Название «Достоверно, потому что невозможно» – это парафраза слов христианского богослова Тертулиана о воскрешении и вере. Куратор выставки Семёна Белого, его сын художник Пётр Белый, это высказывание соотносит с ушедшей советской эпохой. Это уже почти сопоставимо с египетскими какими-то иероглифами. Советские вот эти вот структуры, они большей частью для современного взгляда являются загадочными, непонятными, необъяснимыми, что это значило, почему. Для молодого поколения это время стало легендой, хотелось показать его радостную сторону, говорит куратор. Семёну Белому была свойственна тяга к китчу, к народному улыбку, вспоминает его сын. И вообще он был весёлым человеком, обожал анекдоты и карнавальную часть жизни. Хотя в советские годы его осуждали за искажение реализма. И первая работа, представленная здесь «Доброму Сави, добрая слава», она базируется по схеме на русской иконе «Жития», знаменитой, где клейма по периметру иконы, и в центре главный герой. Жития советского человека. Защищает родину, спасает утопающего, переводит слепого через дорогу. Работы этого автора хранятся в 50 музеях России, есть они и в Пермской художественной галерее. Он последователь Ленинградской школы литографии, которая идёт ещё от Малевича. В музее советского наива покажут 40 его работ из цикла «Будние праздники», которые создавались в 70-80-е годы. В литографиях питерского художника отразилась бесконечная череда праздников, демонстраций, субботников. Но на одни и те же вещи можно будет посмотреть глазами разных поколений. Рядом с работой отца прокладка тоннеля объект его сына Петра Белого – идеологический муравейник из тысячи спичек. Этот диссидентский месседж, он как бы тогда считывался, но сейчас это просто стройка, да, как-то это выглядит по-другому. О вторжении идеологии в жизнь обычных людей. И сохраняя общую форму муравейника, как на литографии, где каждый муравейчик празднует своё маленькое 1 мая. К открытию выставки муравейник весь покроется маленькими красными флажками, иллюстрирующими взаимоотношения государства и маленького человека. Здесь же можно будет увидеть и наброски Семёна Белого, иллюстрации которого вдохновляли. Музей советского наива приглашает пермяков на открытие сегодня. Он находится в здании напротив художественной галереи на шестом этаже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова